Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Алена и в этом видео я хочу поделиться с вами идеями 5 замечательных завтраков, которых можно есть, если вы придерживаетесь диеты и хотите скинуть лишний вес. И первый завтрак, который я очень люблю и частенько именно им я завтракаю, это овсяна блин. Чем мне нравится это блюдо, то что здесь можно подключить фантазию и разнообразить свое утро, разнообразить свой завтрак, добавляя разные начинки как в само тесто, так и к тому, чем мы будем этот блинчик смазывать. В этот раз я приготовила классический блинчик, для которого нам нужна с вами овсянка. Я беру крупную, можно брать сразу мелкую, но я беру крупную и смалываю ее на блендере. 50 грамм одно яйцо, 50 миллилитров любого молока и это все. Мы смешиваем с вами ингредиенты. Если вы готовите сладкий блинчик, вы можете добавить еще корицу в тесто, например, но у меня он будет не сладкий. Готовлю я блинчик, смазывая антипригарную сковородку, буквально капли кокосового масла, но если у вас покрытие идеальное, то можно не смазывать ничем вообще, пригорать не будет. Мы с вами обжариваем блинчик с каждой стороны буквально по паре минут. Он готов, это очень быстрый завтрак и дальше полет фантазии. В моем случае я беру творожный сыр рикотта, он не сладкий и не соленый, это по сути перебитый творог. Можно брать другие варианты творожных сыров, можете брать сыр с какими-то добавками, зеленью, но я люблю натуральный. И сегодня я добавляю к нему слабосоленую красную рыбу, я ее очень-очень люблю. По желанию вы можете добавить сюда огурчик, можно убрать красную рыбу и добавить ломтики ветчины, желательно, конечно, домашней и нежирной. Можно сделать этот блинчик с ягодами летом просто замечательно, с рикоттой сочетается свежая малина или клубника. Если вы не на диете, вы можете намазать такой блинчик арахисовой пастой и добавить ломтики банана, это очень вкусно. Следующий завтрак, который выручает меня в те дни, когда я очень сильно куда-то спешу, но при этом мне нужно достаточно плотненько позавтракать, это домашний йогурт. Я делаю его сама в йогуртнице, используя обычный йогурт без добавок и молоко и мюсли. Тут важно правильно выбрать мюсли. Плюс я добавляю еще полезности типа семян льна, конопляной муки, это все увеличивает пользу от завтрака. Посмотрите по своему вкусу, но точно не лишним это будет. По поводу мюсли смотрите, чтобы в составе либо не было сахара вообще, либо его было по минимуму. Я использую вот эти, они бывают с разными вкусами. Здесь у меня шоколадные, есть еще ягодные, есть с цукатами, есть вообще без добавок. Но каждый выбирает сам, главное, чтобы они вам нравились, вы именно едались и они были с хорошим составом. Потому что, к сожалению, очень часто в магазинах даже дорогие мюсли имеют в составе на первом месте сахар. Поэтому обращайте обязательно внимание на состав. Тем более, если мы говорим, что это завтраки для тех, кто худеет. Все мюсли разные, нужно очень внимательно читать упаковку. И обязательно такой завтрак я дополняю ароматным кофе. Я очень люблю кофе. Готовлю его дома в кофемашине. И больше всего я люблю капучино, добавляю туда корицу. Это очень вкусно, попробуйте. Следующий вариант завтрака идеален для тех, кто любит творог, но советую готовить его с вечера. Вы сейчас поймете почему. У нас с вами будет супер полезная творожная запеканка без масла, без муки и без сахара вообще. Нам понадобится с вами полкилограмма творога, молоко, яблоко, яйцо, совсем чуть-чуть манной крупы. Что мы с вами делаем? Мы творог перетираем с молоком. Я все пропорции напишу под видео в инфобоксе, чтобы вам было удобнее воспринимать информацию текстом. Творог я взбиваю блендером, мне так удобнее. Я взбиваю его с молоком. После этого я добавляю туда яйцо. У нас получается равномерная масса. Яблоко мы отдельно очищаем от кожуры и нарезаем на аккуратные дольки. Берем нашу форму, я использую силиконовую, вы можете использовать другую, какую-то разъемную с антипригарным покрытием. Но я использую силиконовую. И что я делаю? Я смазываю каплей растительного масла эту форму, обсыпаю манкой и выкладываю яблочки. Затем я выкладываю творожную массу и в таком формате запекаю. После этого, когда у нас остынет наша запеканка в форме, мы можем ее перевернуть и яблочки окажутся у нас сверху. По желанию вы можете добавить корицу как в тесто, так и просто посыпать уже готовую запеканку сверху корицей. Это очень вкусно, добавляет особенный аромат, потому что корица и яблоки это идеальное сочетание. И что я советую? Я советую запеканку эту не есть сразу, а убрать в холодильник на ночь. И доставать ее утром, как такой холодный десерт. Он абсолютно диетический. Здесь нет ни сахара, ни муки, даже какой-то полезной, типа рисовой. Вообще, вы видели, что я не добавила ни капли, ни масла. Маслом мы только смазали форму, чтобы у нас не подгорели яблоки. Поэтому эту запеканку можно есть практически в неограниченных количествах, без страха навредить своей фигуре. Очень сильно ее советую. Это действительно очень вкусно. Если вы сторонник сахарозаменителей, можете добавить его. Есть фит-парад, многим, я думаю, известный, но я не использую сахарозаменитель в своем рационе, поэтому не добавляю. Этот наш завтрак будет известен, наверное, многим с детства. Это овсяная каша. Но! Если вы не любите овсянку, не спешите перематывать этот кусочек. Поверьте, попробуйте хотя бы один раз приготовить овсянку по моему рецепту. Возможно, вы поменяете свое мнение об этой каше. Я раньше не любила овсянку. Мне она казалась какой-то скользкой, безвкусной и вообще непонятной. Но когда я начала готовить ее следующим образом, просто опытным путем сама пришла, все в моей жизни поменялось. Я беру сухую овсянку. По инструкции ее варю, у меня овсянка длительной варки, она готовится 10 минут. Соответственно, я в пропорции необходимой всыпаю овсянку в кипящую воду и оставляю. Когда проходит 5 минут, за это время я подготавливаю яблоко. Я очищаю его от семян, от кожуры и нарезаю небольшими кубиками. И за 5 минут до конца варки я прям в кашу добавляю наше яблоко, нарезанное кубиками. Яблоко за оставшиеся 5 минут успеет смягчиться, провариться. Оно получится как печеное. Это очень вкусно. Оно отдаст свою кислинку, либо сладость, смотря какой сорт вы выберете, в кашу. То есть каша у меня, как вы видите, я варю ее на воде. Я не люблю вкус каши на молоке, но тут уже вы можете решать сами. Вы можете взять нежирное молоко и использовать его для варки. Я использую воду, но даже на воде и без сахара это получается божественно вкусная каша. Главное не уварите ее до состояния очень густой. Она должна быть немножко влажной. И я рекомендую добавить еще щепотку корицы. Это просто безумно вкусно. Обязательно попробуйте хотя бы один раз. У меня большое количество подруг, знакомых и просто девушек, с которыми я делилась этим рецептом, полюбили овсянку после того, как попробовали ее приготовить по этому рецепту. И еще один рецепт завтрака. Пятый завтрак снова не сладкий. Это один из моих любимых завтраков и обедов тоже. Я очень люблю так обедать. И это тост из авокадо. Авокадо это в принципе моя большая любовь. Это очень полезный фрукт. Для меня удивительно до сих пор, что авокадо это фрукт, потому что у нас он как-то все равно воспринимается больше как овощ. Его используют в овощных салатах, сочетают с мясом. Но тем не менее. Мы берем с вами авокадо. Авокадо должен быть спелый. Но не страшно купить в магазине твердый авокадо, который вы чувствуете, что он еще зеленый. Если вы переживаете, что у вас в магазине не продаются спелые авокадо. Не беда. Берите зеленый и убирайте его в шкаф. Просто в темный сухой шкаф. Желательно положите еще рядом парочку бананов. Можно даже тоже зеленых. И оставьте так на несколько дней. На два, на три, на пять дней. Это зависит от степени зелености вашего авокадо. Если оно совсем дубовое, то будет лежать подольше. Может быть, дойдет побыстрее. И оно станет мягким, как масло. Я делаю так всегда. И, собственно говоря, просто разминаем вилкой. Я добавляю в манго немножко оливкового масла. Немножко, значит, не жирно. Плюс оливковое масло, это все равно необходимые жиры, которые нам нужны даже во время похудения. Я добавляю щепотку розовой гималайской соли. Совсем чуть-чуть. Это не задержит воду и не прибавит нам вес, но сделает наше блюдо чуть вкуснее. Немножко перца свежемолотого. Можно добавить чили, перец. Можно добавить прованские травы. Что угодно, что вы любите. Я стараюсь не перебарщивать здесь со специями, потому что я люблю сам вкус авокадо. И просто разминаю его вилкой. У нас получается вот такое вот кажется, вот такое пюре, которое мы с вами отставляем в сторону и готовим тосты. Я предпочитаю какой-то зерновой хлеб, достаточно полезный, чтобы он был, возможно, с семечками и желательно без дрожжей. Особенно, если вы на диете. Дальше мы делаем еще яйцо пашот. Что я делаю? Самый простой способ, как можно приготовить яйцо пашот любому человеку, даже абсолютному новичку в кулинарии. Взять кипящую воду, подсолить ее, разбить туда сырое яйцо, просто вылить его в воду и поставить в микроволновку на одну минуту. Максимум на полторы, иначе у вас желток станет твердым. Все, мы выкладываем нашу массу авокадо на тосты. У нас приготовилось яйцо. Достаем его аккуратно из нашей водички шумовкой и выкладываем на наши замечательные тосты. Так можно приготовить сколько нужно вам яиц, хоть одно, хоть два, хоть десять и наше блюдо готово. Это очень вкусно, это действительно замечательный завтрак и замечательный обед. Ужинать я так не советую, потому что все-таки авокадо достаточно калорийное, плюс здесь яйца с желтком, плюс у нас есть хлеб. Но в качестве питательного завтрака это один из идеальнейших вариантов. Спасибо вам огромное за просмотр. Я надеюсь, что мои рецепты и мои идеи были вам полезны, были для вас интересны, вдохновят вас на готов. И завтрак тоже будет вашим любимым приемом пищи, как и у меня. Увидимся с вами в следующих видео. До скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok